Редко где святость является национальным идеалом и национальной идеей. На протяжении столетий такой идеей жило наше Отечество, которое мы и именуем Святой Русью, и употребляем это наименование сегодня, чтобы, отойдя от всех геополитических наименований, самым священным именем назвать ту общность славянских народов, которые объединены на этих огромных евразийских пространствах единой верой и которые составляют единую русскую православную церковь. А с чего все началось? А началось все с князя Владимира, с удивительного правителя нашей земли, который не только умозрительно, умственно, но на опыте жизни своей понял, что такое святость. Ведь до принятия крещения он был обычным, грозным, распутным, коварным, языческим князем, который с легкостью убивал своих братьев и сестер, который с легкостью порабощал кровные племена, соединенные общностью уже тогда истории, кровью, который не щадил никого, распространяя свою власть, который делал несчастными людей, соединивших с ним свою жизнь. Господь каким-то таинственным образом прикоснулся к уму, а потом и к сердцу князя Владимира. Он где-то там в глубине души своей, о чем не может сказать ни один историк, ни один писатель, ни тот, никто, кто изучает Древнюю Русь, никто не может сказать, в какой момент и что произошло в глубине души этого человека. Но он понял, что нужно менять свою жизнь, что она идет по неправильному пути. А потом, конечно, как государственный деятель, он ведь очень хотел объединить все эти племена, которые завоевал, и понимал, что кровью людей в единстве не сохранишь. Насилием не станешь отцом для народа. Нужна другая мотивация, другая сила нужна, которая бы скрепляла людей добровольно в огромную общность. И уразумел князь Владимир, что такой общностью может и должна быть народная вера. И понимая суетность и греховность язычества, не понимая в полной мере смысла других религий, которые в то время уже присутствовали, в том числе и на территории Евразии, Евразии и были соседями Руси. Он обратил свой взор к христианству и в первую очередь к Византии, которая была центром тогдашнего мира, которая возвышалась над всеми остальными своей духовной, интеллектуальной, культурной и военной мощью. Это был образец. И Владимир понял, что для того, чтобы подчеркнуть из этого огромного по силе духовного источника, нужно быть и с тем народом Византии единоверными. И потому сделал исторический выбор в пользу восточного православия, восточного христианства. И с этого момента, с момента его личного крещения, которое и состоялось в Херсонесе, в результате которого князь Владимир обрел исцеление не только, как говорится в тропаре, от слепоты душевной, но и телесной. С этого момента начинается жизненный, духовный подвиг князя, завершившийся христианизацией всего нашего народа. А вместе с верой в жизнь народа и пришел этот идеал святости. И, конечно, много было греховного, и были еще рудименты язычества, и чего только не было, и междоусобная брань, но как яркая свеча горел этот идеал перед мысленным взором наших пращуров. И знаем, что если б не этот идеал, навряд ли мы сегодня с вами праздновали бы тысячелетие со дня кончины Святаго Равноапостольного и Великого Князя Владимира. Великого Князя Владимира.